Итак, я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Боляр, и у нас Лига 2017 по контре 0-0-7. Вот, и встречаются у нас два камрада, это уже вторая схватка, Винкс против Нистова. Винкс свою первую игру сыграл с Кордафом, победил со счетом 2-1, и сейчас ему придется драться с не менее сложным соперником это с Нистовым. Нистовый такой же претендент на победу, вот, то есть очень интересные каточки между этими камрадами, и так как я в прошлой игре немножко закосячил, не убрал данную картинку, не смогу вам показать сетку, сейчас я это по-быстренькому сделаю. Так, вот так мы делаем. Вот, собственно, наша сетка, друзья. 13 игроков. Винкс, Кордаф, Эйчо, Киан, Рустам, КГ, Этафидун, Эловью, Саунин 200, Нистовый, Мура 0-7, Мухтар 0-5, Геникс, Бляр и Дак. Вот, собственно, катка уже одна оформлена, сыграли пацаны Винкс против Кордафа, победил у Винкса счетом 2-1. Достаточно была крутая каточка, я вам скажу, упорная борьба, и Винкс одолел. Ну что, давайте меньше болтовни, больше делаем. Сейчас мы будем смотреть катку между Винксом и Нистовым. Такс. Ну что, погнали. Итак, друзья, первый бой у нас Нистовый начинает играть за Токса. За Токса. Ой, извиняюсь, это же не Токс. Да, это Поливик. Поливик. Ставим, значит, вот так вот. Поливик и не Токс. Так, и Винкс у нас за США робота. Так как у меня для Поливика и робота нету моделек подходящих, вот, нужно их втыкать. Я поставил стандартные зеро-ауруские модельки. Вот эти вот на табло. Так, ну, не суть. Что у нас? Винкс начинает играть за робота. И Нистовый начинает играть за Токсина. Посмотрим, друзья. Это у нас, получается, первые две каточки зеркальные. Вот на одной карте. То есть у нас будет пустыня. И посмотрим, как будет себя чувствовать робот против Токса. На самом деле, карта вот на этой пустынке, в принципе, можно и тем, и тем хорошо играть. Но как по мне, если Токс неудачно рашит, ой, извиняюсь, не Токса, поливик неудачно рашит робота, то и роботу будет, точнее, поливику будет в дальнейшем сложнее играть. Если же сейчас очень удачно сыграет полевичок, удачно зарашит робота, то будут большие проблемы у робота. И посмотрите, пошел уже дозер от Винкса. Нистовый, это, скорее всего, палец. Да, все прекрасно видно. И, возможно, просто сейчас робот не даст захватить вышечку. Так, ракетчик есть. Ну, блин, один-то как-то вяло. Так, ну, здесь тоже хороший ракетчик. Против дозера. Да, одного ракетчика-то, с одним ракетчиком может дозер исправиться. Но свою вышку должен брать. Кстати, Нистовый, посмотрите, что сделал. Выучил сразу ловушки на своих повстанцах, пехотинцах. И ставит эти мины ловушки на вышке, чтобы Винкс не мог их перехватить. Грамотно достаточно, он потратил, да, какие-то денюжки. Кассарь вроде он стоит. Но все же очень нужная вещь. И теперь три ракетчика, посмотрите. Так, задели дозер. Ой-ой-ой, как здание-то мешается. Ой, сейчас будет плохо, если насчет Винкс терять свой суплай. Так. Тут пять ракетчика. Ах. Чинится Винкс, красавчик успевает. Красавчик тащит Винкс свой суплай. Еще один дозер. Захватывает Винкс свою вышку. Так, по ресурсам, в принципе, неплохо. Неплохо сейчас справился робот. И сливается еще один дозер. Да. И какой хороший, вы посмотрите, рабочий. Он все-таки дошел до своей цели. Он уже раздавил двух рабочих. Глашника. Трех. Четверых. Пять. Ай, пятый думал, мог бы прокатиться-то по этим двум. Да, неплохо. Красавчик. Хорошо было сделано. И пошел у нас активно уже действовать робот. Вот эта вот машинка. Она как бы высасывает ресурсы из ресурсников. Но, как бы мы видели, она просто ни о чем получилась. Так. И пошел пулеметик. Разминировщик с пулеметиком. Который очень хороший против рабочих. Но против ракетчиков. Ну, собственно, хорошая норка здесь у Нистова. Так. В центре техничка. Раздавила пехотинца. И сейчас могут быть проблемы. Ну, смотрите-ка, грамотно. Ну, как сделаны пулеметики. Ими можно выбивать ракетчиков. Да. Очень грамотно сейчас играет, в принципе, Винкс. Все. Хорошо отыгрывает. Так. Справляется с этими ракетчиками. Что-то они бьют туда сейчас. Так. Ну, справляется Винкс. Проблемы сейчас могут быть у полевичка-то. Вы посмотрите, как хорошо играет робот. Так. Вот здесь патриотик вообще влепить. И уничтожить вышку вообще было бы супер, на самом деле. Так. Ну, что. Проходит токсотрактор. Высилять ракетчиков. Винкс контролец. Активно-активно с этими Нистовой. Играет течами. Сразу же идет на перехват в вышке. Течка еще с ракетчиками. Да. И флешки уже выучил Винкс. Как он быстро действует. Смотрите, молодец. С апгрейдами. Все то, что нужно. Поначалу, да. Тяжело-тяжело. Играть роботу. Но если сейчас полностью степгрейты будут выучены, то у робота будут очень хорошие шансы. Так. Минус техничка. Два ракетчика еще живые. Перехватывается вышка. Так. Должна быть уничтожена вышка у Нистова родная. Ай-яй-яй-яй. Тут проблемы, проблемы, друзья. Сейчас у Винкса. Он пока толком-то и не наспамил. Он, скорее всего, учил пушки толк, мне кажется. Смотрите, как перехватывает нагло у него. Почему ченки-то не отрабатывают? Наглый переход какой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Проблемы. Минус казарма. Большой плюс гласнику. Огроменную плюс гласнику. Потому что пехота, пехота для робота очень болезненная вещь. Если сейчас будет страдать робот от своей же пехоты, то будет все очень сложно. Очень грамотный, хорошо сейчас зарашил полевик. Очень создал грамотно. И все вроде бы как бы неплохо начиналось у Винкса. Но нашел, да, лазейку Нистовы. И Нистовы у нас со счетом 1-0 выходят вперед. Ну что, стало сейчас с Камрадом поменяться генералами. Все-таки у нас зеркальные каточки. Вот, и смотрим, что у нас по экономике. Ну, по экономике даже все равно. Даже немножко Винкс вперед вышел. Вот, но все же, все же хитрость, быстрость гласника свою сыграла. Ну, правильно просто сыграл Нистовы в начале. Очень правильно. Не дал как следует роботу разогнаться. И сделал, в принципе, свои дела. Ну что, друзья, нужно переходить к следующей игре. Так-с. Посмотрим, как будет играть Винкс у нас за болевичка. И даже... Нет, по местам вроде бы так же остались ребята. Так, сейчас поменяем только генералов. Теперь у нас Нистовы играет за Юсу, а Винкс играет за Гла. Ну что, посмотрим, удастся ли Винксу повторить то же самое, что сделал Нистовый, играя за Глашника. Кстати, оба Камрада из России. Как я напоминал в прошлой игре, Винкс у нас под Москвой живет в Московской области. А Нистовый у нас из Оренбурга. Так. Собственно, Винкс Дмитрий и Нистовый у нас Данил. Так, ну что, смотрим, что нам покажет Глашник. Пока один Суплай, вот так вот развернутый завод с казарами. Кстати, достаточно неплохо. Сразу будут выходить технички, садиться с тобой таракечки. И пошли, конечно же, до озера. И смотрите, какую норку ставит сейчас Винкс. Сразу же, чтобы дать защитить свою вышку. Вот Нистовый в этом случае предприменял миноловушку. Винкс решил сделать норочку. И, кстати, кстати, она очень грамотная, потому что вы посмотрите, где идет рабочий и Винкс. И да, и он просто пугает этого рабочего. Все сделал грамотный и правильно Винкс. Вот. Ну, Суплай пока вне защищенности. Ой, как хорошо-то в здание садит ракетчиков Нистовый и отгоняет дозер Винкса. Уже раш от Винкса не очень удачный. А я и ловить. Так, все, грамотно контролирую. И даже Винкса приходится своими дозерами даже отбиваться. Не то, чтобы рашить-то. То есть, в принципе, сейчас Нистовый достаточно успешно стартует. Правда, в один чинок пока только. Потратился очень на пехоту. Посмотрите, сколько он засадил в здание. Сколько еще здесь пехоты. Да, очень потратился. Ну, в принципе, против полевика на начальной стадии я считаю, что нужно, нужно ставиться на пехоту. Вот. Но когда к вам придет оксотрактор, там, конечно же, нужны юниты. И сейчас будут страдать рабочие Винкса. Уводят, пытаются увезти. Смотрите, чинится, кстати, дозер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И тупит дозер, и сколько потирал рабочих. Да, проблемы. Проблема пока с экономикой Винкса. Но заходил, кстати, свою вышку. Так, хороший рабочий дошел. Сюда бы норочку или что-нибудь втыкнуть. Хороший. Так, что у нас? Сидит дрончик от Нистова здесь. В принципе, центр видит весь. Но вот фланг-то сейчас Нистовый не видит. Вы посмотрите, как хорошо действует Винкс. Фланг Нистовый не замечает. Да, вот эта игра уже принимает очень такой интересный облик. Да, если нам первая их игра что-то как бы подсказывала, что должно быть что-то интересное. Но все же там Нистовый все-таки уработал, да, Винкса. То здесь уже более такое вот уже затяжной вид принимает бой. Минус дозер. Минус дозер. Есть вышка у Нистова. Как раз к ней пошел Дозер. И вы посмотрите, второй Суплай, куда лепит Нистовый. Как нагло, прямо в центр. Но он правильно сделал, потому что сюда смысла не было идти. Тут уже жопенько. Не знаю. Нет, не палил. Скорее всего, потому что норки в тумане не видно. И смотрите, какой Рабик. Ну смотрите, вот приехал такой Рабик, да. В принципе, в принципе, если логически догадаться, то можно уже спалить, что здесь что-то есть. Так, минусует Винкс Нистовому вышку. Глашник уже играет два Суплая. Нистовый все это видит. И второй Суплай лепит у нас Нистовый. Данил. Какие-то несбывшиеся надежды Минок. Стала Минка. Так, ну хороший Рабик. Его бы еще как-то задействовать. И пушки Ту, вы посмотрите. Пушки Ту. От робота. Так, хороший Токсотрактор. Вот сюда бы его еще, да. Так, проблема у робота. Сейчас Полевик очень хорошо действует. Ну, Суплай будет жить. В принципе, робот играет на два Суплая. Я считаю, что это достаточно хорошо. Есть у него пушки Ту. Это уже проблемней для Полевика. И, кстати, сейчас если достроится позиция стингеров, это будет плюсик и зачет Винксу. Да, достроено. Но ХП, наверное, мало будет. Надо чинить сразу. Так, как достроилось сразу же. Ну, хоть один юнит забрала, а то ладно. Хоть что-то сделали. Хоть какие-то помехи, проблемы. Катается юнит иглашника. Вот, смотрите, просто на базе робота сейчас. Но у робота, конечно, сейчас, если нас сейчас спамить. Ой, проблемы какие будут-то. Какие будут проблемы у Винкса? Так, пошел прямо по центру. Вот, смотрите, Дозер. Заблокирована сейчас казарма токсами. Но здесь уже спам, здесь уже пушки Ту. Вот видите, в прошлой игре Винкс сделал ставку на, как он называется, на флешки. Нистовый сейчас сделал ставку на кучу пехоты и на пушки Ту. И пока это срабатывает, пока лучше. Но посмотрим. Пока у нас уже шестая минута игры. И игра переходит в такой затяг. Так. Есть ли кто-то? Да, был кто-то. Все, погибайте, ребят. Сейчас, думаю, в скором времени должен неистов уже выучить флешки. Я, кстати, данные игры не смотрел. Я просто, как бы, мне скинули реплеи. Я их сразу рубил. То есть, я даже не знаю, как эти игры, что в них, как они вообще, какой облик принимают. Вот, просто не знаю. Поэтому для меня все впервые, друзья, как и для вас. Так, ну здесь за бункер у правой свой фланг. Сейчас Винкс. И пошел на основной суплай. Нистовый. Здесь есть норочка. Можно прятать свой суплай. Так, вот два ракечка надо выбивать. Надо выбивать вот этот дрон. Часового. Тогда все будет хорошо. Да, ну просто, как бы, такая разведка сейчас базы. Прокатился Нистовый. И, смотрите, к центру подбирается сейчас, между прочим, галашник. Тут надо рабочего выбивать. Может сделать. Даже сразу норку. Ай-яй-яй. Кваб мне вовремя вышел. Понятная его задумка. Хотел сюда подойти. Неужели норку-то достроить? Господи, что? Да, норка будет достроена, друзья. Сейчас выйдет в ракечка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас будет терять Нистовый свои войска. Ой-ой-ой-ой. Сколько он потерял? Сколько он контролировал? Катался. И вы посмотрите, второй завод уже через фальшивку от Винкса. Да. И в третий суплайн наглый пошел Нистовый. И не дает Винкс пока этого сделать. Отменяет работу. О, какой хороший рабочий-то. Но, наверное, сейчас бесполезно здесь будет. Так. Так неплохо теряет роботные юниды. Ну, хорошая норочка. Ее бы еще, не знаю, там застелсить. Тут бы вообще надо было застроиться и добывать здесь ресурсы. Я думаю, для глошника это вообще был бы идеальный вариант. Вот. Так. Хороший стингер. Хорошо занимает домик ракечек. Ну, вот перейти бы к глошнику в третий суплай. Третий суплай было бы хорошо. И все, Нистовый все делает правильно. Расправляется с этой норочкой. Смотрим, как он палит. Ну, в принципе, карта палится. Карта палится. Что у нас видит Винкс? И флешки выучены, кстати. Флешки выучены. Проблема для глошника. Ну, Винкс пока только центр видит. Так, не будет построен данный стингер. И проблемы, друзья, потому что сейчас вовсю уже развивается робот. Вовсю развивается робот. Либо сейчас Винкс тащит и не дает досрочно победить в этой катке Нистову. Вот. Либо Винкс сдает и попытается хотя бы отобрать 1 очко. Ну, посмотрим. Пока еще ничего не решено. Но проблемно все у полевичка. Очень сложно с такой ситуацией вылазить. Но есть два завода. Есть ракеты со скорпами. И это может как-то изменить ситуацию. Вышел третий суплай, но уже как бы поздновато. Говорю, надо было вот эту позицию все-таки занимать и отсасывать туда ресурсы, считаю. Был бы какой-то продвиг. Так, и пошли пехотинцы. Так, ну здесь уже остались одни... Ой-ой-ой, сейчас сливает просто, мне кажется, Нистовый. Хороший какой, хороший какой токсотрактор. Ее можно ракетчиками отрабатывать, спамить. Нет, тут не все пехотинцы померли. Куда ж ракеты забьют по этим пехотинцам, господи. Так, пытался на захвата, так понял, пойти так в наглую. Но раздавили его. И отступает. Отступает Нистовый. Но центр он себе забрал. Если сейчас еще пойдет в четвертый Суплайт, то можно смело уже стать Айрофилдой и просто издеваться. Но посмотрим. Посмотрите, как в обход прошел сейчас Винкс. Если сейчас тут обстроится, то такая, знаете, дорога жизни для Глашника. Посмотрим. Так, на левый фланг попернистовый. Возможно, цель Вышка. Возможно, робот хочет забрать Вышку. Потому что Глашник у него забрал. Кстати, уже Вышка восстановилась. И сейчас должен принять у нас робот какие-то меры, чтобы обратно к себе захватить. Такс. Нет, отступает. Ракички испугали. Да. Ой, как хорошо позволил сейчас Нистовый здесь норочку построить. Если что-нибудь Ракичка в том вытащить, не знаю. Влезает Винкс. Ну, почти всю карту Нистовый видит. Офигеть. Какие хорошие Ракички. Какие хорошие Ракички. Вот это надо мочить, чувачка-то. И вы посмотрите, сколько слил тут войск Нистовый. Но все же, все же он переспамливает, переспамливает Глашника. Все, теперь одними Ракичками тут можно столько дел делать. Нет, подошли, подошли часовые с флажками. И еще одна норка готова. Да. Неплохо, слушайте, неплохо. Сейчас Глашник тащит эту точку. Против спама робота совсем недурно. Еще и кислота, скорее всего, учена. Да. Красавчик, красавчик. Сейчас цепляется, цепляется Винкс. Вы посмотрите, он цепляется за эту игру. И весь спам просто Нистовый идет именно вот сюда. Если сейчас сможет сделать дела Винкс, будет очень круто. Будет прям топово. Игра для него сейчас реально очень тяжелая. Очень тяжело играется. Но тащить-то надо. И смотрите, просто щелкает, как семечки сейчас Винкс и Юнити Нистово. Просто роботы, как семечки, сейчас расщелкивают. Ай-яй-яй, контролит. И все. Отстал? Посмотрите, робот отстоял свои позиции. Да ну, скрапики собирает денежки, собирает красавчик. Точнее робот, а поливик. Поливик отстоял свои позиции. Просто супер. И пошел прямо в центр базы. Сейчас нужно Винксу что-то срочно предпринять. И также Винкс пошел в контратаку. Надо сразу вышку валить или что. Так, ну тут есть кое-какой спам. Можно подраться. Ракички, ракички. Нужно много ракичков. Тут всего-то один часовой. Да, пошли ракички. Красиво играет поливик. Просто идеально. И сейчас будет забирать суплай. Да ну нафиг. Ой-ой-ой-ой. Проблема у Нистова, друзья. Проблемы. Я уже было, блин, похоронил тут. Робот... Ой, Глашника. Но нет. Нет. Вы посмотрите, что он творит. Вы просто посмотрите на это. Несмотря вот на эти проблемы. В принципе. Суплай тут не должен терять. Винкс. Хотя вот это-то сейчас ничего не починить вовремя не сделает. Можете потерять. Просто суперски играет сейчас. Винкс. Минус один был суплай. Сейчас можем второй суплай забирать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какие пять скорбов жесткие. И в центре сейчас свободно добывают. И не дает в центре добывать. Посмотрите Нистовому. То есть получается фактически Нистовый сейчас играет будет на один суплай. Красавчик. Очень хорошо действует сейчас. Гулашник. Проблемы, друзья. Проблемы у робота. У Нистова... Ой, у Винкса уже один суплай истощен. Но уже есть центр. Да. Как же он зацепился за этот центр. Господи. Как проворонил немножко Данил. И Дмитрий просто сделал свое дело. Оно отстраивает уже робот свой суплай. Законный. Да, красавчик. Смотрите, центр-то уже перехватывается потихонечку у робота. Ну вот, третий ранг и повышение от робота. Обычно данное повышение, оно очень много решает. Как по мне, как по мне. Все же это немножко такое имбовое повышение для робота. Потому что, нет, сама задумка хорошая. Но они настолько... Ну, сложно бить этих ребят. Очень сложно. Скорбот тут не справляется. Да тут вообще мало чего справится у Гулашников на самом деле. То есть, очень сложно квадами, да. А что делать остается? То есть, вот такие повышения слегка имбовые много решают. И также третий ранг. Вы посмотрите, от робота и... Ой, от полевика. И минус суплай в центре. Теперь у нас полностью робот в центре не собирает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как слился передвижный штаб. Господи, боже мой, а. Так. Так, ну тут проблемы, проблемы жесткие. Да, повышение, повышение затаскивает пока. Именно вот повышение. Сравните даже повышение, да, Гулашника. Повышение робота. Ну, тут нельзя эти повышения вообще сравнивать. Потому что у Гулашника немножко другая специфика вообще. Вот. Но все же... Очень такое сильное повышение робота, да. Которое дело-дела. Но сам вток, что неистовый красавчик, что доложил до них. И вы посмотрите, что делает Винкс. О, боже мой. Он перехватил вышку. Он построил тут Стингера. И перехватывает суплай у неистового. Господи, что он делает? Вы посмотрите, как все до малейших шагов просчитано. На небольшую невнимательность понадеялся. И забрал суплай у неистового. У неистового реально проблема. Он играет на один суплай. Сейчас, друзья, если минуснуть этот суплай, то он экономически просто может не вытянуть. А вот эту угрозу можно еще как-то даже ликвидировать. Потому что начинает отстраиваться потихоньку с правого фланга. Тут Винкс. Экономика у него все хорошо. У него две вышки. У него суплай в центре. То есть по деньгам даже не страдает. Почти 5к флотит. У неистового подъемника может 1200. Да, проблемы. То есть, в принципе, сейчас у Глашника экономически все супер. Посмотрите, как Магл побежал сюда. Экономически у Глашника сейчас просто все супер. У робота все плохо. Но по юнитам-то наоборот. По юнитам сейчас у робота все супер. А у Глашника все не очень хорошо. Вот побить бы неистовым немножко по этому заводу. Потому что он фальшивый пока. Его можно и уничтожить. Пока без завода у нас играет полевой генерал. К сожалению, не для него. Ну вот с этого фланга можем. Тут норочка есть. Барабика сюда выпустить. Да что-нибудь обстроить. Чего не строить, ничего. Здесь тоже. Что-то Винкс как-то не очень активно свои деньги-то тратит. Такой флуатища, а он их и не тратит. Но можно было бы как-то поактивнее. Так, господи, а. Совсем уж не активно. Так, и в центр уже отстраивать неистовый суплай. Сейчас у полевика проблемы. Ну у полевика и до этого было сколько проблем. А он таким способом просто тянул. Посмотрим. Да, все, разбегается здесь Винкс. Если не Винкс, если Винкс сейчас опять начнет тащить, я тут, не знаю, мне надо просто, блядь. Просто, не знаю, на карвароль, на карвароль, карваролу надо себе брать и сидеть на нем. Или на валидоле, на чем-то. Потому что в таких катках просто ужас дикий. Так. Неужели это бьется здесь? Но вот эти пацаны, вы посмотрите, их до сих пор никто выбить не смог. Поскольку же они жесткие. Так, здесь проблемы у Нистова. Добывать денежки он просто так не сможет. Ченуки заранее увел. Красавчик. Замечательно. Хорошо играет Винкс. В два суплая. В две вышки. Экономика просто на высоте. Еще бы дворец ему отстроить. Тогда вообще все было бы супер. Пошли бы Катюша. То есть экономически сейчас, ну, конечно, Глашник вывозит круче. Да. Да. Задействуются и фланги. Вот основную базу задействуют. Потому что никак Нистова сейчас там не обращает на нее внимания. И смотрите, бьет по суплаю. Винкс. Красавчик. У Нистова сейчас, конечно, Кризис. И пошел в Айрфилд. Ну, кстати. Может быть, правильное решение. И А20. А20, скорее всего, по суплаю. Заводит суплай заранее Винкс. Как он контролит этот момент? Именно зато Стингер с норкой. Тоже неплохое выбивание. Супер просто. Ай-яй-яй. Я думал, он суплай завел. А он суплай просрал. Ну, ладно. Сейчас красивый бункер освободится. Да. Здесь уже одними терроботами просто Нистов все разметал Винксу. Да. Печалька, печалька. Третий ранг сказывается. Ну, в принципе, если у полевика сейчас был бы дворец, я думаю, тут еще ситуация была бы более равна. Потому что там и юниты у полевика были бы соответствующие. А так, конечно, у робота хорошие преимущества. Плюс Айрфилд пошел во вторичную экономику. Сейчас будет летать стелс на нас самолетики и выбивать. Возможно, тут ресурс тоже не повыбиваешь. Ну, вышка есть еще. Ее можно уничтожать. Да, ну тут уже, конечно, все складывается к тому, что... Мне кажется, что полевику уже очень сложно будет затащить эту катку. Посмотрите на этого пацана. Что с ним творится? Долбится просто. Такую картину я еще не наблюдал. И немножко юмора есть у нас на лиге. Так. Ну что, друзья. Все сводится к тому, что 2-0 Нистову поведет. И уже однозначно эту игру он заберет. В плане победы. Но весь вопрос в том... Да, сдается Винкс. Весь вопрос в том... Сможет ли Нистову забрать эту катку в сухую? Или же все-таки Винкс заберет себе в актив 1 очко? Он у Курдафа взял 2 очка. Поэтому для него забрать 1 очко было бы просто очень важно. Так смотрим, что у нас по экономике. Ну Нистову, да. Шел вперед. Он сразу изначально пошел очень хорошо активно спамить суплай. В отличие от Глашника. Хотя должно было быть все наоборот. Ну и по юнитам мы смотрим. Конечно, спамил Винкс больше. Потому что там много пехот очень было. И потерял, естественно, он больше. Вот. Ну и по зданиям. Тут и норки. Тут все считается. Ну что, друзья. Подходим мы к Мирору. Самое сладенькое, как по мне, это Мирорчики. Да. Это Мирорчики. Что? Старт. Дан. Что у нас за Мирор будет? Воу. Пацаны, забытый лес. Да и не только пацаны. Потому что есть и девушки, которые смотрят такие потные каточки в генералах. И у нас забытый лес. И 2 СВГ. 2 генерала супероружейных. Вот это будет каточка. Смотрим, друзья. 2-0 Нистовый впереди. У Винкс сейчас должен драться за очки. Винксу нужна победа стопудово. Потому что, если сейчас победит Нистовый, то он в турнирной таблице встанет сразу же на первое место. Вот. С одной игрой. А Винкс с двумя играми будет ниже строчкой. И в запасе Нистового еще будет перед Винксом игра. Вот в чем прикол. Но Винкс также выиграл, в принципе, очень сильного соперника. Действующего чемпиона Лиги Кордафа. Поэтому есть такой задел некий. И у нас тут 2 ОМП. А это значит суперрашиво. Посмотрите. Уже рашит Винкс. И, кстати, выучил вроде бы как скорость на Дозер. Вроде бы как он его выучил. Пуш и Дозер быстро едет. Да. А вот Нистово едет помедленнее. У Нистово апгрейд на скорость нету пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Как неважно давит-то. Господи, боже мой. Как слил сейчас Винкс свой Дозер. Да ну нафиг. И только сейчас отстраивает казарму. И это может быть проблема. Так, что у нас? Палится территория. Винкс тоже палит территорию. Засветы идут. Сажать сюда Дрон Винкс. Видел этот Дозер. Должны ракетики-то выйти. Господи, боже мой. Где же ракетики-то? Далеко их убежать. Если сейчас Нистово ставить, будет Патриот. Он успеет его поставить. И это будет очень... Ой-ой-ой. Не в том месте-то Патриот. Конечно отменять. Сюда надо лепить. Тормози сейчас немножко Нистово. Может быть ему не втыкнуть какой-то мисклик. И... Да. Да. Надо было делать раньше. И проблемы сейчас у Нистова. Он не ставит. Как сказать, проблемы у Нистова? Проблема в нападении. И не более. Ой-ой-ой. Минус прошел Дозер. Так же, как и в ситуации с Винксом. Еще был какой-то Дозер. Опять же потерял. Либо дроп, либо так прикатился. Путем я немножко не уследил. Ладно, так. Камрады, в принципе, мирно расходятся. Но Нистово берет две вышки. А зато Винкс берет два суплая. Вот так вот ребята поделили экономику, да? Но если сейчас Нистово захватит две вышки, он, в принципе, сможет пойти во второй суплай. Мне интересно, кто первый из них пойдет в пушки Тову. Ну, в принципе, уже у Нистово готов завод. Винкс не сразу стал завод готовить. Он сначала суплай даже отстроил. Ну, тут, в принципе, пушки на зданиях, ракетчики. И можно отбиваться в таких ситуациях. Посмотрим. Пошел первый Хамвей со стороны Салатового СВГшника. Вот. Так, секунду. Все отлично. И у нас сейчас должен будет выйти первый Хаммер со стороны синего СВГшника Винкса. Так, здесь есть пушка, но она выбивается. Если его пропадает Хаммер, он ее выбьет. Он ее выбьет. Да, он ее выбьет. Или? Нет, не выбивает, но ракетчики. И Хаммер должен делать свое. Высаживать, ты куда же засадил? Или он пустой был? А, нет, не был пустым. Высадил красавчик Винкс. Ну, в принципе, два ракетчика должны выбиваться. Ракетчиками. Ракетчики убивают ракетчиков. Еще один. А, это уже пошел у нас, друзья, Мститель. Да, сейчас по ресурсам получает Винкс. Очень грозно получает по ресурсам. Нистов, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, свои же завалили. И Нистов очень грамотно сконтролил, перевел свой огонь на этот Хаммер. Снял у него ХП, и свои же, пацаны, завалили. Очень удачно сейчас Нистов, в принципе, действует в атаке. Отгоняет даже, смотрите, супла и чинуки. И сейчас Винкс чисто у нас играет от обороны. Так, две вышки у Нистова. Второй... Два супла и у Нистова. И второй завод. Ну, друзья, сейчас, если Винкс... Никаких действий... Куда ж ты, чинуки-то, ведешь, родной? Что ж делаешь-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как проблемно-то все у Винкса... Как неслажено, блин. Ах, как... Вот мне это прям напомнило. Первую игру, когда он играл с Курдафом, у них... Первый матча был. Где он был лазером против... О, и Пошник играл. Что-то сейчас такое же наподобие. Ну, тогда-то потом себе Винкс взял в руки. А тут на третьей игре... Игре такие косяки, блин. При том, что он проигрывает 2-0. Это плохо, друзья. Это плохо. Ну что, наконец-то-таки пошел вперед Винкс, но... У-у-у-у-у неистово уже пушки тоу, друзья. Пушки тоу, два завода. Так, палит всю территорию. Посмотрите, палит всю территорию. Сейчас. Нистовый. Винкс не палит всю территорию. А знаете почему? А потому что... Бля, опять пересел хаммера, не высадил. А потому что Нистовый выводил Мститель. И, скорее всего, Мститель чекал. Он же не видит эти все дрончики. И Мститель просто их все снес. Вот не мешало бы на самом деле... Винксу тоже вывезти Мститель и убить все эти дроны. За счет этих дронов, вот этих, очень много информации у Нистова. Очень много информации. Это... Вы просто посмотрите, он все палит, он все видит. Он сейчас может все на шаг впеределать. Хоть и пушки тоу сейчас у Винкса, и попытка была на второй завод. Но информации очень много. И уже большой спам со стороны у нас Салатова. СВГшника, друзья. Второй завод достраивается у Винкса. Все-таки, да, да. Сейчас вот чисто по информационной войне, ну, Винкс в минусе, он базу Нистова вообще не видит. А Нистовы полностью засвечивают всю базу Винкса, друзья. Вот в чем проблема. То есть один, в принципе, Мститель, который был выпущен в начале игры, да, который подчекал тот ченок, который убил все дроны на своей базе. Я считаю, что он в какой-то степени и сделал эту игру. Ну что, друзья, вот так вот досадно заканчивается все для Винкса. Проигрывает он 3-0 Нистову, несмотря на то, что выиграл того же Даффа, да, со счетом 2-1. И я поздравляю Нистова. Успешный и отличный старт. Победил он в сухую у претендента, у претендента на этот турнир. У сильного комрада. Хотя Нистовы тоже сам считается претендентом и сильным комрадом. Но все же, друзья, поздравляем Нистову. Очень был, кстати, очень были хорошие бои. И мне понравилась особенно вторая игра, когда очень, знаете, играл в затяжной игре. Вот Винкс играл очень грамотно за плевика. Мне понравилось, как он агрессивно, да, что-то пытался ответить. Но все же робот есть робот, повышение есть повышение. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк на эти видосики, потому что этот турнир, эти каточки заслуживают, заслуживают своего верного лайка. И я с вами не прощаюсь. До следующих турнирных битв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok